И в новом эфире Степан Кондратьевич, обладатель могучих волосатых ручиш, шикарных чернющих усиш и много-много еще чего. Дед, между прочим, и Степан Кондратьевич, как известно, никогда не плачет, а горчается. Сегодня у Степана Кондратьевича на его знаменитом научу-мегагалактику пищевом медосмотре шоу будет обзор сухого и мокрого пайка белорусского трудяги. Конечно же, нам понадобится что-нибудь из овощей. Кухмастер, 5 овощей, икра овощная, уже слюнки потекли, паштет шпротный, нет-то 160 граммов, велорепром какой-то, импортер, свинина белорусская, ОМКК, что значит оршанский молочно-кончерный пищевой комбинат или мясной. Кому как нравится. Конечно же, немножко рабочаги после завода любят перекусить гарачин. Иногда посреди недели чуть-чуть пиуком шлифануться. Ну, а когда уже конкретный праздник, как, например, Новый год, тогда идет водочка. Сейчас обязательно написать комментарий, поставить лайк, поделиться видео у Скотт-сети. А наведывался я к своей любимой продавачке у магазина «Светофор». Ну, понимаете, я всегда хожу, эта пенсия небольшая у деда. Нелегко живется пенсионерам нынче. И хожу, смотрю эти акции, там, купи два товара, заплати за пять. Начнем с легких напитков. Три короля называется пилка. Вот, глядите, насыпаю. Все по науке. Вот, темная. Закручиваем пробочкой. Так, свинина белорусская. Что мы здесь имеем? Орша. Мой любимый оршанский комбинар. Ой, очень жиденькая, глядите. Да, это с учетом того, что сейчас небольшой морозик присутствует. Соответственно, она должна быть подстывшая, но нет. Тут, видите, наверное, много дармищи напихали. Ну, сейчас подсчитаем. Так, давайте паштет вот этот ускроем. Пожалуйста, тут, видите, не доложили, дорогие мои. Не доложили. Что такое? Почему не доложили паштету деду Степану? Кухмастер, пять овощей, икра овощная. Шелк. Ой, действительно какая-то икра овощная. Очень похожа. Цвета детской неожиданности. Так, что там у нас под шеку пробьешь сейчас? Вот сумочка у меня есть. Я тут все шеки дед собирает. Потом в 3,40 почти этот шпротный. Две штуки брал дед. Вот делите, рубль 70. Икра овощная, опять овощей, 2,48. Так, лапша яичная, 0,62 белорусских копейки. Один доляр для тех, кто иностранцы эти смотрят, иностранные пресс-аташи, военные корреспонденты. Полевые сап с шаевым. Курс доллара примерно по 2,6 рублей белорусских можно считать, но на сегодняшний день. Водка, брат, и знатная, 7,93. Была еще там какая-то горелка, но тоже такая же цена, 7,93. И пиуко 3 короля, рубль 44. Соответственно, 4% спирт. Что, давайте жахнем, хватит уже рот проветривать. Ох, хорошо пошло. Аж на слезу прошибла газированка. Чуть-чуть вот это вот темного пива, легкие оттенки, вот это вот поджарости, легкие абсолютно, ненавязчивые. А вот еще небольшой лайфхак. Вы знаете, почему, когда наливаешь пиуко, первый раз, если неправильно налить, оно будет пенить. Потому что, когда вы льете первый раз, края бокала сухие, и получается завихрение жидкости. А когда наливаете второй раз, уже смазано, трубы смазаны и более гладко скользит. Завихрения нет. Производит лицкое пиво. Вода подготовленная, солод светло-пивоварный, очмены солод пивоварный, карамелизованный, хмель гранулированный, экстракт хмеля. Ну, дед Степан Кондратьевич раньше сам варил пиуко у кастрюляки. И вы знаете, что довольно-таки неплохо получается. Так, хорошо, давайте тогда. Продолжим шлифоваться. Это будет как коктейль. Хорошо, пошло. Так, что вот это? Вводим в течение трех лет с даты изготовления. Сивинина, вода, пищевая, шкурка свиная, пищевая добавка, стабилизаторы, дигидропрофосфат, кальция, дикрахмал, диладипат, о господи, ацетелированный, карагианан, регулятор кислотности, трифосфат, калия, антиокислитель, эскорбинная кислота, экстракт чеснока, джекстроз, вкуса и аромата, глутамат натрия, смесь посолочной нитритной, соль поверно-пищевая, агент отислеживающий, чеснок сушеный, гидротирный, перец черный молотый, перец душистый молотый, цукор. Боже мой. Я не знаю, чего вы так. Я вот как вспомнил эти 90-е, когда еще усики мои с Хрущевым, получается, да, эти ножки Буша из Америки возили, ну, техпомощь техническую оказывали населению, да. Так тогда вроде бы тушенку так не променяли, эти вот все вот эти. Ну-ка, много не буду, потому что мне что-то вот не нравится. Запах. Ну, запах, в принципе, ничего. Такой тушеночный, как бы, да. Фу. 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 Ой. Я тебе сейчас расскажу один увлекательный аттракцион. Понимаешь, жизнь устроена так, что кто-то должен быть худым, а кто-то просто красивым. И в этой жизни выбор за тобой. Я свой выбор сделала. Перейдем к салатам. Фу. Ой. Фу. Как мягенько пошла. Как водичка. Ммм. Зъесть икорку. Ммм. Так, чувствуются кабачки, морковочка. Ой. Очень приятно. Тыква тут, что ли, есть? Давайте почитаем. Кабачки уваренные, тыква, морковь столовая, лук репчатый, масло подсолнечное, томатное. Пюре. Очень мелкий шрифт. Очень мелкий. Тут надо под микроскопом. Зелень укропа, перец душистый, регулятор кислотности, кислотный лимон. Не содержит ГМО. Ну, вполне-то неплохо. Вот кухмастер-то, а кто это производит? Ну, вот попробую вот это искать, да? Минская область. Вот тут изготовитель, кухмастер Ращея. А, Ращея. Да, Светофор, это же сеть такая у нас Ращеяская, насколько дед знает владельцы. Ну, ладно, вообще это полезно. Большая конкуренция, как говорится, это, знаете, те, кто ностальгирует. Савкадротшеры есть такие, ностальгируют по савку. Я хочу вас расстроить. Вы ностальгируете по очередям, по колбасе. И не надо там сказки рассказать. Сел, поехал, в другой конец, и вы и сейчас можете сесть, поехать. А дальше этого самого и все. Получается занавес. Поэтому, дорогие мои, вы ностальгируете не по счастливому своему прошлому. Вы просто ностальгируете по своему детству, когда вы были еще маленькие. И вам ничего не надо было особо делать. Играя в игрушки, катай в машинки. Так что не стоит на столе это, нахлобучивать прошлое. Надо развиваться и расти над собой. Запомните про мудрость деда Степана Кондратьевича. А он в этом знает толк. Так, в принципе, хорошо кухмастер. Довольно-таки неплохо. Однозначно 7 баллов заслуживает. Хороший салатик такой, да. Хорошо, хлопцы. Ой, хорошо сидим. Ну что же, давайте перейдем к горячему. Имеем вот такой пакетик с вкусом курицы. Лапша яичная. Вот это да. А почему такое название-то выбрали? Ой, лапша, мука, пшеничная, хребопекарная, высшее масло, растительное, вода, соль. Ну и пошли там эти специи. О, сейчас я на скребу трех иголок насыпала. Ну ничего, это, знаете, витаминный, полезно. О, могучие ручищи Степана Кондратьевича не боятся. Пока закипается наша водичка с иголками, лесными витаминами распаковываем гарачи. Имеем вот такой брикетик, совершенно классический. Загружаю. И вот такой овощи. Сейчас я ее провору, тут прокипячу, она вот, снег растает, погрузится. Натуральные специи, праночьи, суповая основа. Масла никакого нема. Не сука струляку, хлопцы. Ну и девки, конечно. Ой, что мы тут имеем? Имеем иголки, травинки и какой-то типа макарон. Я ее проварил. Ну что, юшки? Юшка приятная. Так, на укус иголка попала еще. На укус достаточно нежная, дорогие мои. Я не ожидал, если честно, за вот эти деньги. Не. Ну ничего, если исключить отсюда иголки и травинки, то будет вкусно. Нет. Нормально, нормально. За 62 копейки. Ой. Это вполне неплохо. Так. Лишнее убираем к струляку. Пора насыпать по второй. Или уже какая-то, может, третья. Я уже сбился со счета. О. Ваше здоровье и комментарии. Ой, хорошо. Сразу давайте шпротным паштетиком. О. Хм. Слухайте. А тоже. И вполне-то и неплохо. Хотя нет. Вот сейчас пошло. Горчит сильно. Ну, до рыжских и шпротовый паштетов раньше были, я помню, да. Сейчас их хрен найдешь, паштета шпротного. Рыжские, может, шпроты и есть. Да, у продажи. А паштет у нас и не найдешь. Трех как-то горьковато. Вот тут не чувствуется позвоночника практически. Чуть-чуть, знаете, бывает, возьмешь дешевый паштет. Там эти косточки, дярмейшие это. Так. Производит Россия, Псковская область, Великие Луки. А, так это же белорусские земли-то бывшие практически. Паштет шпротный из кильки и салаки, хорошего копчения. Продукт стерилизованный. Рыба, вода, масло, растительная, мука, пшеничная, соль поварная. Пищевые специи. Какие специи не указано. Ну, вполне неплохо, хорошо перемололи эти косточки. Ой, да. Собака пьяница, гора в семье. Давайте еще насыпать. История. Следующая недавно произошла у Степана Кондратьевича. Одна подруга жалуется, другой муж уже надоел. Алкоголик бухает целыми днями. Она вторая ему говорит, ты знаешь что? Положи ему, как пьяный придет у штаны и зашнет эту змею. Он утром прощнется, увидит змею в штанах. Подумает, что белая огорачка началась. И перестанет пить. На утро мужик просыпается. Идет в туалет, видит змею в штанах. Змея ему, чшш. Мужик, я тебе дам, чшш. Ссы давай. О, мой Бог, что это? О, мой Бог, что это? Трохо вот и расслабило. Вот и чувствуется, что Новый год, да? Так. Давайте подводить некоторые промежуточные итоги. В этот волшебный праздничный чудо день-ночь. Пиуко. Три короля. Вот это вот. Очень-то, вполне и неплохо. За рубль 44,75. Хороший состав. Небольшая спиртуозность. Между прочим, темное пиуко полезно для крови, да. Ну, конечно, в ограниченных количествах. Тут, сами понимаете, любое лекарство. В неумерности будет яд. Так, паштет. Шесть баллов. Ну, почему шесть? Ну, потому что. Во-первых, горчит. Во-вторых, нету ключа. Итого, итого набирается шесть баллов. Больше не могу поставить, дорогие мои. Несмотря на относительно невысокую цену, нет. Так, вот эта вот икорка чуть-чуть больше. Пожалуй, семь однозначно поставить можно. Такой салатик вот взять. Закуску заходит хорошо. Состав тоже хороший. Тут и тыквочка есть, да. Тыквочка сама по себе. Стоит нихрена не дешево. Так, сейчас. Кто что-то заговорил много? Ой, калакастры сейчас согрела. О! Ой, салатиком. Вот так вот, Олерку. Ну, нормально. Так, коршанский пищевой комбинат. Несмотря на тоже вот эту вот большую банку, ну, вот эту только, если знаете, у макароны можно добавить. Ну, макароны с тушеночкой, это такая классика. Хороший соус. Тут и жирок как бы еще есть. Но, опять же, дармишка много. Для зожа не пойдет. Ну, у Степана Кондратьевича следующий зож на нож. Хлопцы, пять баллов. Больше не могу. Ключа нету. Дармишка, жир. Тут, получается, вы жир напихали. Чуть-чуть мяско такое есть. Ну, для макарон, знаете, вот. За недорого когда. Да, такая вот тушенка-тушенка. Так, что мы имеем по вот этому? Браты, горелка вырублена у Беларуси. Очень шикарная упаковка, между прочим. Поглядите, как упаковано-то, а. О, бутылочка. Знатная. Так, а почему, браты, знатная не написано? Крепость 40, объем 0,5. Хорошо, пьется, ну, достаточно мягко. Вода питьевая подготовленная, спирт этил, вертификованный из пищевого сырья Альфа. Ну, на Альфе сделана вода питьевая. Купажированная. Вот, даже купажированную добавили. Хорошо, не газированная. Питьевая вода, водоприродная, минеральная, сахар. Все. Ну, состав хороший. Знаете, я не сильно люблю, когда там вот добавляют вот эти там, начинают там корки лимона, погнали, погнали. Ну, как-то вот я люблю больше классику такую, предпочитаю. Но, опять же, на укусу цвет. Усе козырки разные. Здесь я с вами безумовно согласен. Ну, что же, давайте на сегодняшний день наплюхаем заключительную и поднимем с вами наши бокалы. Вы напишите комментарий, приятный деду Степану Кондрате. Вы же поставите лайк, поделитесь видео, вы скучаете, добавьтесь в ВКонтакте. Да, я с техникой на «ты» умею пальцем тыкачу эти плафоны. Я вообще соображаю, дед. Хоть еще и дед, но усики у меня еще, как положено, работают. Стоят, да. Дорогие мои человеки, за нас с вами. И дай вам Бог. Ни о каком законе всемирного тяготения не может идти речь, потому что невозможно притягивать такие толщие океаны и при этом свободно давать самолетам, птицам взлетать на поверхности.